и снова здравствуйте друзья продолжим наши с вами бдение под фотошопом в прошлый раз мы с вами остановились на вот таком вот этапе когда мы создали отдельно слой со звездами и отдельно слой с фонами объекта я без вас тут немножко его подработал но совершенно все то же самое абсолютно единственно что пересоздал немножко маску для того что все-таки больше замаскировать вот эти большие звезды которые дают нам вот эти вот ореолы и в прошлый раз просто эти ореолы нас были значительно больше но сейчас они в меньшей степени перешли на фон все остальное не трогал руками как вот вы видите так она и завершили мы на этой картинке с вами в прошлый раз у нас тут есть некоторое количество проблем в частности вот эта проблема которая уже сказал обмолвился то есть вот этот вот ореол который красноватого цвета это дает напомню с лс фильтр из цвета искажения такие плюс выдранный фильтр в каноне соответственно дают вот такие вот деградации по цвету и если мы вот вставим звезду и вот вычтем ее дату и сейчас вот это вот да то соответственно вы видите что частично она потом перейдет на финальный снимок и это первая такая неприятность в этой вот на этой звезде в большей степени именно по этой причине если вы помните в самом начале первой части мы начали редактирование с того что обработку подрезали подкрохнули кадр для того чтобы избавиться еще от одной яркой звезды которая была в этой стороне вот и вторая проблема это вы видите зеленоватый оттенок всего фона и если просто его взять там допустим ну вот так control b или там control у и тупо весь поставить цвета и вот видно вот это циан бирюза плюс вместе с немножко видать зеленым каналом она вот дает вот такой вот оттенок но проблема в том что если вы просто не маскировать ничего а просто поставив это вот средние тона и света ну в частности начинать убирать в сторону красного вот у задвигать его видите то у нас вместе с этим начинает наш кислород делаться таким невзрачным кислорода тут достаточно много именно в самой туманности и поэтому подобные вещи делать ну отправить примеру фон сделать его стараться каким-то там относительно нейтральным серым не замаскировав нашу вот эту всю красоту будет неправильно потому что вместе с этой зеленью мы неизбежно будем убивать вот этот наш еле заметно но тем не менее придающий особый шарм вот этот кислородик находящийся в этом жизнь в этой рыбачьей сети сети поэтому это вторая проблема которая надо вернее задача разница между задачи и проблемы надеюсь очевидно да то есть задача решается проблемы никогда только проблемы умеют рождать новые проблемы но впрочем как и задачи и третье такое основание основательное что бросается сразу в глаза это градиент то есть вот этот угол на светлый и вот даже я бы сказал вот так вот видно как не сработал все ж таки flat это бы задачи практически на раз-два мы бы прекрасно решили в пиксен сайте и для обработки там в принципе в конечного результата я бы им воспользовался но мы сегодня фотошопе поэтому это третья задача которая тоже надо решить чего как это начинать возникает вопрос да никто не знает ответов на самом деле каждый имеет свою правду в этом вопросе поэтому для начала мы с вами что сделаем мы отключили мы начнем работать вот с фоном и объектом а потом работать со звездами чуть позже поэтому мы сейчас с вами сделаем одну вещь то есть будем разбираться с цветом фона из градиентом фона а потом двигаться дальше ну я надеюсь вы запаслись там чаем кофе сигаретами жвачкой короче потому что как всегда будет не быстро я пока сделаю глоток кофе спасибо но я сегодня изменил традициями сегодня днем решился праздник сделать они поздно ночью когда уже голова плохо соображает итак мы сделаем дубликат слоем но мы так как я взял на именно наименование поставил себе чтоб не путаться вот это stars звезды это background ngc мы будем alt 0 зажмем и переносить его между видите да копия возникла между stars то есть оно должно быть все время под звездами наша наш фон вот сделаем его три раза с учетом того что есть но два раза почему потому что когда мы делаем с вами маску то из этого слоя мы делаем собственно маску мы ставим ее на второй слой и так как мы работаем маской то все что не отрабатана маской подхватывает под низом слой поэтому на маске делает три слоя если кто-то не понял почему окей и вот с этого мы будем сейчас делать маску и закроем нашу вот эту не металла как она называется неважно очень сеть и оставшиеся что останется не маскированная мы постараемся поработать с цветом с градиентом это потом окей делаем маску ну вы уже все знаете все все умеете control shift у обесцветили control и все то же самое что мы сделали control и это инвертировали ну и control l вызвали уровне и начали делать черную черную нашу туманность здесь стесняться не нужно здесь надо ее делать как можно почернее максимально обеспечить и защиту и уже фон тоже надо делать максимально ярким ну вот на эти звезды которые у нас вот здесь точечки образуется мы не обращаем никакого внимания тем более они точно также прикрываются поэтому мы к сожалению не сможем с ними в полной мере отработать по цвета коррекции но наши основные основная задача это максимально выбелить фон и остатки мелких звезд которые мы с вами здесь видим мы на это облокачиваемся вот здесь уже руками ничего не подъедешь поэтому здесь вот полезно работать мышкой вот я двигаю вот этот крайний пол ползунок лайтовый налево щелчками мыши и вот мы видим что мы дну хотя бы будем как-то спасать это все и здесь мы применим еще одну фишечку это не фишечка так вот такая маска меня устраивает такие здесь мы сделаем с вами размытия по голосу несколько гораздо больше чем обычно делается для чего сейчас уже поняли для чего для того чтобы так как у нас пограничный идет здесь прожилки кислорода если вы помните вот и особенно здесь а я мы его час не замаскировали поэтому нам надо как бы побольше его прикрыть ну чтобы спасти его поэтому здесь можно делать размытия скажем не стесняться вот так в надежде на то что мы хоть как-то это все дело с вами спасем по-хорошему по-хорошему здесь еще можно сделать одну вещь это именно вот какую мы можем с вами обнаглеть хотя то надо было делать до размытия сейчас на это вернем назад control z мы с вами можем взять простую кисточку не стесняться в кисточке поставить какой-то размер в меняемый жесткость кисточки можно чуть-чуть снизить не делать ее такой сумасшедший ну по плотности не не сто процентов это делают честно говоря не первый раз с вами далее что мы делаем нам надо выбрать соответствующий цвет то есть control зажать это на банной кисточке делать сейчас то есть повторить цвет кисти черный возьмем и вот ее немножечко ею подбавить вот эти краевые точки а потом размыть по гауссу вы меня поняли для того чтобы это это видеть что мы делаем вот мы видим вот где нам надо больше вот это допустим вот этот рожочек я не хочу чтобы мы его задевали цветокоррекции немножко у нас прикрыт но на всякий случай приблизив всю эту картинку к нам поближе мы сделаем в пол кисти вот такое легкое перекрытие и жесткость кисти надо уменьшить чтобы она все-таки у нас был такой переход с вами вот вот так а вот так вот вот так вот вот так вот но чуть-чуть пройдемся лучше перебдеть чем недогреть да вот поэтому это я делаю потому что здесь увлекаться сильно не надо потому что сейчас мы включим вот этот гаусса нашего и он немножко нам поможет чтобы все-таки туманностью по краям не так света искажалась особенно но допустим частности меня не нужен этот кислород потому что если я замажу что-то лишнее то она не изменит свой цвет наша задача и минимум цвета корректируем поэтому это в данном случае легкая синтетика но которая пойдет только на пользу но я так думаю если не понравится ну что вернем обратно в конце концов мы все с вами только учимся и чему это приведет мы не знаем я давайте посмотрим что-то тут за прожилки у нас да их стоит спасать это не совсем фон это водород у нас тут поэтому мы можем здесь мазать не стесняться весь посмотрим что у нас здесь это мы закрываем то что мы не хотим чтобы меняла свою цветопередачу и 1 относится исключительно к объекту здесь пускай так и будет здесь прикроем здесь полностью закроем если будут какие-то переходы пятна фактуры то это в принципе рисунок же правда вот то есть вот подбить пузико и таким образом немножко больше исключить всякого рода изменения которые мы не хотим чтобы были на нашем снимке на нашем объекте так скажем ну вот там где вот маска такая мы сделаем немножко ее пожестче вот такую примеру если что-то нам не понравится мы это уберем потом все в наших руках но это тоже один из приемов которые более чем имеем право применять потому что я еще раз повторю правил никаких нету главное правило это результат так вот что он и здесь здесь у нас заметьте фон несколько отличается от этого но все равно зеленцой поэтому мы здесь защищать ничего не будем вот этот глазик чуть больше под затемним здесь такие вот огрызки облака тоже под защитим немножко больше в общем это надо сделать так чтобы но было это не будем трогать это звезды скажет таки будут вот этот что за хлястик тут у нас в принципе такой слабенький хлястик но потом впоследствии мы его можем вытянуть поэтому пускай будет под защищены где-то так вот так вот так здесь вот тоже какая-то штука красивая предполагаю что ее не надо менять по цвету и по краю пройдемся тоже ну тут как это простор для творчества поэтому смотрите и решайте сами что целесообразно что для вас неприемлемо к примеру ну и так далее но я вам показываю просто что это не значит чтобы так надо делать это значит что повторю один из приемов которые иногда очень пригождается вот теперь логично это все по гауссу размыть и смотрим всегда что мы стоим на нужном слое не устану я об этом говорю потому что сам вчера посмотрел записи в и понял где короче дал маху ну в плане не на том слое оставался так ну вот где-то где-то тут где-то так да мы подразмыли его хорошенько и надеюсь оно не будет сильно бросаться в глаза можно даже еще подразмыть вот так окей все теперь маска готова control a control c идем сюда вставляем нашу маску alt зажали нажали и control в виктор победа все выделили наш слой любимый убрали нашу маску и теперь можно попробовать разного рода инструментами это сделать так как объект у нас закрыт фон считаем открыт физически нам нужно уменьшить вот эту зелень ну давайте сделаем попробуем control у нажмем и это цветовой тон насыщенность этот инструмент не только означает то что на что пишут он еще очень здорово плавит локальный цвет но единство что в нем есть одна специфика эта специфика заключается в общем сейчас я сначала сделаю поближе вот так вот вот даже цвета хорошо различать и не ткнуть в звезду он еще как инструмент можно отсюда его вызывать не control у как инструмент локальной цветокоррекции так берем пробу ну и вот решаем вот эта зелень которую мы хотим в какую-то привести цвет менее насыщенный да и поэтому мы сюда тыкаем и он нам показывает что вот приблизительно вот циан наш так сказать здесь как двойной бегунок то есть и частично зелень с двух сторон он взял и теперь можно либо его менять на что-либо другое ну заменять через цветовой тон для этого нам гистограмм как может в помощь пойти либо просто можем снизить снижать начинать насыщенность и давайте его пробуем поменять и посмотрим что он будет давать замену в принципе нажмем вот так понятно что нам сюда двигаться не надо потому что он у нас так зелень ценит а нам надо двигаться получается в эту сторону я может ошибаюсь но очень двигаемся двигаемся и смотрим вот он начинает уменьшаться в светлых тонах и вы видите что фон тоже несколько уменьшается вот как было и вот как становится видите ну надеюсь видите к примеру здесь и теперь можно чуть-чуть снизить насыщенность и просмотреть до и после и при этом наш кислород вот который здесь он стоит на месте в нашем прикрыт маской где-то так яркость можно конечно попробовать но не сильно пока не сильно ну и вот я думаю что так хорошо окей к то есть если дальше что-то я хочу опять делать пробую что ты дальше мне не надо уйти с этого инструмента и потом еще раз возвращаться то есть 222 какие-то одновременной информации делать не стоит ну и вот если это мы отключим слой то было вот так стало вот так было стало только смотрим на цвет фона ну допустим скажем он получше выровнялся видите в цветах можно его конечно еще убрать но это можно также и попробовать сделать простым инструментом цветовой баланс control b он не так тонко настраивается как предыдущий control у тем не менее если мы наставим здесь света и попробуем вот этот цианид убрать березу то двигая в сторону красного смотря не только за гистограммой но из-за картинкой остановиться на том как это результате который нас более чем должен устроить но здесь он немножко зелень пошла отдавать потому что ценит уходят а зелень остается в этом и зелень надо чуть тоже буквально на пол шишечки толканусь но где-то так окей то есть в принципе я считаю что согласитесь фон стал гораздо интереснее это почти не задето и зелень осталось зелени окей теперь нам нужно решить вопрос градиентом для этого мы с вами что сделано вот эту маску мы с вами уберем как бесполезный предмет она нам не нужна вот так можно удалить слой здесь она у нас выделено соответственно control 6 c и пару раз control вы сделаем для чего ну все для того же что нам сейчас надо сохранить в пнж пойти попробовать в нашем fitzwork и выровнять градиент можно выровнять и здесь опять же через маску но я предпочитаю это сделать fitzwork и потому что он сделает это по канально здесь выравнивание какое одно из выравнивание то опять же создается маска только она создается не инвертируется и остаются светлые части которые дефектные и либо экспозиции либо уровнями чуть-чуть подбивается но давайте попробуем и так и там и так и так и какой-то способ будет как говорится нашим для того чтобы мы ушли в fitzwork мы берем этот слой 8 сохраняем как в пнж здесь смотрим за нашими и вот у нас был второй пнж а мы сейчас работаем с псд документа remove stars поэтому мы можем сделать сделать по-другому мы здесь можем назвать вот так вот его здесь только цифру 3 поставить мыша двойка у нас была вчера вот третий а он нам обработает выдаст соответственно 4 и мы здесь сохраняемся окей и идем fitzwork вот пришли fitzwork соответственно находим наши вот этот третий который мы только что сделали вот он сохранился и нас интересует вами только лишь градиент на фоне какой именно мы будем применять процесс для этого я честно вам скажу не знаю потому что stars тут не подходят их нету не было здесь может не подойти потому что нет опять же stars мы попробуем простую сделать вещь под названием автоматик римуал нажмем он это очень быстро делает и посмотрим вот это мы это закинули а это то что выдал fitzwork и давайте посмотрим по нашему интересующему здесь углам здесь он сделал получше но не идеально но тем не менее лучше чем был однако в дал такую деградацию в зелень левого угла на тут тоже в одну не сделал только сильнее то есть он выровнял по светимости но хорошо запомним этот вариант и попробуем с вами другой какой нибудь сценарий для этого здесь есть и ручка ручной сын ну ручная возможность если что мы к ней прибегнем может быть так ну давайте попробуем для ней ну для туманностей это более уже сложный инструмент потому что вот в каждом канале канале пробивает пиксели и старается их уравнять по всему поле но здесь может произойти одна досадная вещь потому что он же он работает без нас маски поэтому естественно он считает все когда у него и звезды ему это легче делать сейчас у него звезд нету и он может деградировать нам цвета на самой сопли этой но если нас устроит в ущерб этой сопле устроить нас фон он сделает его лучше чем первый вариант автоматически то мы пойдем на это подставим наши в то изображение в которые подставим и через маску вытянем эти цвета но фон при этом у нас уже будет более-менее выровненный не только по градиенту но при этом будет сохранено вот то что я говорил это конечно значительно согласитесь лучше сделала программу ля но она чуть-чуть подожрала периферию нашего объекта то есть она его немножко немножко вот так вот подожрала но вы видите по моему если присмотреться вот если наш оригинал и взять нашу обработку вот но буквально очень незначительно а фон стала значительно ровнее вот если это было с левой стороны это стало ну то есть вот этот вот завал вот такой сильный завал здесь он значительно под снизился хорошо мы его сохраняем с вами вот и бросаем его в наш photoshop с и вес вот он даже и пишет под люка что восьми битов будет это ну работает png помните об этом четвертый номер он пошел файла сохранять сейчас вот он появился и мы его по идее должны бросить просто поверх этого слоя но для этого нам надо сначала его отдельно сделать вот он разблокировать закрепленный слой сделать control a control shift c и поставим его сюда напишем просто control v вот но в принципе вот она сейчас посмотрим так подождите и я честно ну да но так видите как он сделал темнее этот угол вот так вот есть а было у нас вот было у нас вот так было а вот так стало вот так было вот так стало то есть что он сделал он высветил вот этот угол но вот этот полностью так и не решил окей тогда мы с вами применять будем еще один способ для этого на зажимаем клавишу а делаем наших три еще копии в 1 2 3 делаем маску и попробуем сейчас только эту маску мы сделаем просто сделаем control shift у то есть делаем черно-белая инвертируем его да и вызвав уровни попробую сделать как бы другого плана маску то есть нам надо все затемнять все 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 и смотреть вот вы видите сами вот такие белые проплешины вот сейчас надо еще больше вот они вот это проблемные углы ну и пятна неравномерного градиента вот и хорошо пусть таким будет на что-то угол у нас нормальный теперь мы эту маску control-a control-c control-c ставим ее сюда alt зажали щелкнули control-v вставили включили наш слой выключили маску эту маску в принципе убираем потому что она нам не нужно чтобы она мы не путали с но у нас там подписано но тем не менее со слоем звезд удалить слой оставляем наше изображение теперь нам надо очень внимательно смотреть всю эту историю и начинать по логике вещей либо уменьшать либо увеличивать уровне давайте вызовем control-l и будем играть с этими ползунками смотреть что вот видите за начало затемняться соответственно то что под маской и давайте будем двигать вот это сильно вот так вот и еще разок весь ну вот вы поняли да то есть там где пробивает наша маска там он естественно воздействует точно также под этой маской можно там локально цветном еще подровнять ну такое но где-то пускай будет сейчас это нет это нет то есть совсем очень незначительные дисградиенты он буквально вот такие как вы видите перед собой мы с вами сделали не совершенно за посредит на эту часть мне не нравится потому что ну потому что не нравится ну вот у нас вот 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 а ну вот все значит вот поэтому ориентироваться так нет так нет где-то так вот хорошо окей пусть будет так теперь просто как местами я показываю приемы которые я использую временно их более тщательное использование и принцип как я так делаю повторяю но естественно вы уже можете уделить во первых у всех разные снимки и так далее поэтому здесь не эта цель так он у нас выделен соответственно control 6 цель потому что мы хотим сделать еще раз вот таких уже пару слоев с нашей коррекции теперь настало наверное время самое время настало ну как бы поработать со всем изображением то бишь нас вот эти уровни . черного черти где но и такое всякое разное поэтому на на все изображение начнем наконец применять поднимать нашу экспозицию вытягивать все что как это вытягивается ну и вот вы видите что когда мы начинаем уменьшать наш фон по светимости то в принципе вот у нас что происходит с вами у нас происходит вы все равно вот это зеленая засратое вот это завальная оба бог с ним мы так все это оставляем пока по одной простой причине того что сейчас тогда легче будет вот так вот локально надо будет эту зелень каким-то образом ну убивать здесь я не рекомендую делать сразу вот так вот это делается я говорил когда-то итерациями то есть вообще астрофотография не любит резких движений то есть за некоторое количество раз вот окейкнули посмотрели решили что делаем дальше и продолжаем то есть мы можем с вами опять же сделать просто альтом следующие копию слоев и на этой на этом слое опять вызовов уровне опять продолжать то есть не делать это за какое-то там количество сумасшедшая раз и опять посмотреть вот допустим и окей ну и теперь мы можем с вами сделать опять же локальную такую как бы коррекцию в данном случае нам надо в общем то этот фон чертовой матери побольше обессветить все это можно делать еще и такие финты без масок допустим если мы возьмем простую с вами вызовем экспозицию и начнем сдвигать вот куда-то сюда это эту этот ползунок но единственно он начинает сжирать объект заметьте то фон у нас вообще шикарным образом выравнивается да поэтому здесь это делать лучше всего медленно и и и и не быстро то есть если мы его плюсуем от себя колесико крутим и смотрим на фон он как бы обесцвечивается но при этом может задеть сам объект поэтому либо это делать под маской либо это делать очень аккуратно но фон таким образом своего рода и потом гаммы его под ровнять то есть можно и так делать но я честно я так не люблю делать ну в некоторых случаях это помогает наложим звезды посмотрим что у нас ужас ужасный получается звезды возьмем чуть потом хорошо наша задача теперь вот разобраться с этим чертовым фоном которые очень некрасиво у нас получился ну давайте сделаем так мы теперь этих слоев как всегда на родим кучу и сделаем опять же нашу любимую с вами маску закроем наш объект весь фон будем вводить в какой-то нейтраль окей давайте это сделаем значит мы пойдем с вами так нам нужна маска control shift у control и control l тут маска будет отделаться легче потому что фон уже затемненный и объект будет тоже легче выделить ну смысле затемнить вот таким каким-то образом чтобы побольше делалось акцент на нашем замечательном фоне я понимаю что это все очень скучно нудно для многих но процесс обработки никогда весь веселинке не отличался я смотрю главное чтобы здесь как можно белее все было потому что ну вот это самая проблема поэтому вот так хорошо все делаем опять свои любимые control a control c опять маска это уже можно 20 тысяч раз выучить alt зажали нажали control в вставили сюда поставили это отключили и теперь нам надо решить значит control у давайте вызовем наша любимая control у здесь у нас еще это чертовой зелени нам надо найти именно в ту зелень который нам не нравится и надо не попасть при этом звезды а именно попасть в градиент ну это было по моему там что-то светило или порт или луна вот и нам надо найти вот такой грязный болотный этот цвет который он нас задолбал каким-то образом его отсюда уменьшить до безобразия ну вот давайте попробуем сюда ткнем ну да он показывает опять то же самое что и показывал и если нам просто уменьшать насыщенность и он уйдет вот более такое серый цвет что ли но кроме насыщенности давайте сначала насыщенность не будем трогать двоекратное нажатие по названию приводит сбрасывает в ноль давайте будем менять цвет на что-то другое например например ну похоже что где-то вот похоже на вот эти вот все вещи здесь он в синюху конечно же пошел потому что мы в синюху пошли новые мы за счет насыщенности постараемся его как-то вот так под сбросить где-то так и грязненько но у нас со звездами поэтому принципе какое получится такое будет такие и мы с вами опять же этот снимок выделенный control 6 и пару раз control в эту маску мы с вами удаляем он убираем можно делит но для этого нужно должен быть включен слой с глазиком можно через вот как я сделал лады и теперь мы можем еще сделать одну вещь постараться а именно сделать control м теперь мария и поиспользовать не дергать вот эту фигню вот там безумно нужно естественно задевает абсолютно весь фон все на свете да вот поэтому нам надо сделать вы будете смеяться вы нам нужно опять маска потому только маска немножко другого плана нам нужно теперь выделить объект а фон нам допустим пригасить то есть без инверции делать инвертированием ну вы уже знаете как делаются маски мы можем просто единственно что буквально сделать control в еще один слой три слоя вот эту прекрасную вещь обесцветить control shift у сразу вызвать control л и чтобы наша маска не работала на фон мы и черним а беленьким делаем нашу кобру эту назовем ее так и кобру надо сделать достаточно поярче фон ну как бы по поменьше чтоб на него влияло все что мы сейчас будем творить поэтому мы в ущерб сейчас постараемся так сделать чтоб и вашими нашим это всегда компромиссы такие ну и наверное окей к ним и естественно мы это заблюрим размоем это много сильно вот так вот потому что нам границы здесь не так важны выпускаю будет так сделаем control а выделения control c копирования и control в вставляю ой пардон это и alt не нажал control z извините сюда надо вставить москву alt зажать и control в все теперь все правильно теперь все хорошо и теперь мы будем все что мы будем делать это будет происходить с нашим змеем горынычем а фон ну будет почти не менять почти настолько почти насколько мы его затемнели окей что мы тут можем сделать мы можем его вот то что я сказал control м осветлить в последних версиях photoshop а там это более точный инструмент вот вы видите он осветился отлично ну то есть фактура такая да и мы можем уровнями control l подбивает точку черного смотреть что мы можем тут сделать но вот такие прожилочки пошли больше я считаю это даже много не нужно вот ну чтоб она и не выбивала не пересвечивала вот эти но и было естественно как-то так выглядело не притянуто за уши тем не менее это периферии детали он начал проявлять вот именно в левой части к примеру окей что тут еще можно делать под маской да под маской можно творить все что угодно под маской вообще в жизни можно творить все что угодно резкость я покажу просто как она может делаться но я здесь не вижу смысла и особо применять потому что такое будет немножко не забываем что-то у нас все-таки 8 бит в силу разных причин поэтому здесь диапазон то не не шибко большой можно здесь сделать выборочную калибровку цвета допустим если я поставлю изображение коррекция и выборочная коррекция цвета и примеру я хочу чтобы вот это зелененькая у меня было более такое вот зелененькая зелененькая но я на зам какого-то что-то их пойми какого цвета но вот и надо подбирать ну допустим если поставлю голубой и вот этот движок буду двигать туда-сюда то вы может увидите и такое здесь ничего не увидите ночь мы с вами не попали возьмем зеленую зеленому она ближе видите наблюдаете за вот меняется от цианида такого да вот это мы можем здесь с вами ну как бы делать акценты в цвете черный это даст нам такие вот более или яркая выраженная вот смотрите на голову примеру сюда или свечение больше то есть эти как правило не будут влиять нифига потому что мы сейчас не о красном вот но вот допустим не не верю что то так надо просто показываю каждый раз надо выходить из инструмента и если мы хотим теперь взять следующий цвет то выходите сначала перед тем как опять прийти то есть не надо за один раз все цвета делать это неправильно то есть опять мы возвращаемся на выборочную коррекцию цвета и к примеру у нас стоит красный то есть вот этот таракот и не смущайтесь что тут не возникает красный это вот понятно да как можно делать ну как на вкус и цвет можно желтый сделать его типа через фильтр можно вот такой бортовая сделать говнище короче я сейчас ничего делать тут не буду вот оставлю вот так и теперь по по резкости но я покажу но это не факт что здесь его надо применять то есть фильтр есть усиление резкости есть умная резкость в английской версии немножко это по-другому звучит но здесь можно делать такие вещи сейчас подождите мы отменим и чуть-чуть приблизим чтобы вы видели это все где-то так и теперь вернемся фильтр он у нас под маской то есть это мы на фон это не влияет а вот умная резкость но если просто умную резко сделать за счет резкости собственно говоря то будет черти шоу а можно сделать убрать эту резкость нафиг сейчас он от от дуплица и попробовать сделать больше радиус и вот видите с большим радиусом он он как бы контраст начинает менять мини контраст но в силу того что у нас 8 бит он начни это извините canon и он начинает деградировать цвета поэтому с резкостью надо быть крайне крайне осторожным то есть нужно если ну по чечане вам хочется эту резкость каким-то извините боком подчеркнуть улучшить то делать это всегда лучше в общем-то за счет контраста но не за счет вот этих инструментов это люди снимающие на зеркалке иногда сильно увлекать но я здесь отменяю все на потому что я не считаю что здесь нам нужно резкость она в принципе нормально все видно естественно и и так она чуть-чуть уже пережженная где-то что я бы еще сделал я бы может быть вернулся бы в control l я бы чуть-чуть сюда подвинулся бы для чего сейчас покажу для того чтобы вот вот эти вот периферии вы видите они немножко стали ну что ли более различимы и чуть бы можно сделать ее вот так вот больше тогда надо нам как бы насыщенность сочность будет менять но вот эти вот выбеленные области его совсем выделенные можем их с вами зайти в закладку тени света всегда те тени сюда шурует и двигает от бегунок он самые светлые части вот он начинает их подтеменять таким образом у нас микро контакт контраст вырастает ну то есть тут очень много всякого рода инструментов которые дают нам такие возможности окей значит эту маску я как всегда удаляю которую мы создавали чтобы она не пудала нам мозги эту мы можем с вами соответственно control a control shift c скопировать и сделать пару на всякий случай этих дублей она сейчас немножко лубочная такая она с картинка и мы можем начать работать со звездами со звездами значит дело обстоит очень достаточно просто во первых это цвета а во вторых это разбухшие не разбухшие сдвоенные спаренные ну и так далее то есть мы можем с вами посмотреть на то что у нас как говорится печалит и больше всего заботит вот и частности мы можем сделать инструмент наш любимый control у взять нашу и петочку ткнуть в ядро звездочки и вот он показывает что он очень красный можем ее чуть-чуть поменять на какой-то другой оттенок зеленый нам не нужен бордовый там тем более поэтому так подойдите мыс а сорян 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 мы же стоим не на том вот вот звезды то о чем я говорил что иногда здесь я уже сейчас control z сейчас ребята две секунды это то что то что то что да это то что это вот теперь та проблема который я говорил но ее надо будет решать решать причем придется очень непросто здесь мы конечно перри безделия сильно но бы мне не обрабатываем и повторяем и просто балуемся но в балуемся балуемся и учимся так хорошо сейчас мы должны зайти на звезды зажечь их зажечь звезды и теперь потому что теперь вызвать control просто мы стояли не на том слое и щелкнуть по этой нашей любимой звезде включить эту ручку вот и вот тогда звезды начнут менять свой цвет вот они меняют вот она становится такая сильно сильно синяя скажем но мы можем здесь просто их еще и чуток вот убавить а вот этот ореол который на фоне остался с ним придется повозиться скорее всего что может быть уже не сегодня и сейчас но если мы берем вот таким образом смотрим звезды их звезды мы можем применить наш любимый control l и решить для себя насколько нам важны эти звезды потому что в данном случае наша с вами вот это вот жаба на она может оказаться как это важнее то есть мы сейчас только звездами занимаемся и для нас это цвет и яркой звезды ее в общем-то размер то есть и можно тут вообще-то сделать так что их и меньше станет гораздо это надо просто еще раз как бы пройти этап когда мы с вами делали там где мы создавали фильтр другое цветовой контраст то есть мы создаем по новому маску звезды просто там забиваем их больше чтобы они вообще там остались под маской но вот это мы с вами пока не победили у нас пока ну если мы хотим сейчас все-все-все объединить вот это все убедить то вы просто вот так вот делаем и нажимаем control shift alt е это такая обезьяне охватка называется фотошопе вот или мы просто смотрим на то что получили дальше решаем опять же уходим от звезд да ну здесь вот я бы снизил здесь контракт честно говоря кожу сильно тут задутый но даже уже при вот таком грубо говоря раскладе если позволить себе долго и счастливо выключать все фоны которые мы создавали сейчас это не то сделал так так вот здесь мы и дойти до изображения ну того png которого с которого мы стартанули мы тут погуляли хорошо с вами скорее всего что тогда что мы обрезали то мы можем с вами увидеть что начинали мы с такого с вами до пришли вот к такому то есть но есть некая разница согласитесь она я не грешу мы обрабатывали до идеала но но такие как бы разделение нам дали согласитесь несколько другую степень свободы в обработке тут остается еще очень много работы ну честно говоря над бывает материал над которым но есть смысл работать положа руку на сердце я точно знаю что этот материал того не стоит ну потому что во первых это в этом городе снимается подобные вещи но желательно за городом от они мы бы ушли вот от этих вот ужасов вот и многое другое бы здесь бы мы не встретились но она на мой взгляд заслуживает во первых экспозиции порядка часов четырех-трех и тогда есть смысл за это как говорится по сражаться побороться в качестве учебного так скажем материала избить оскомину более чем это у нас может с вами удовлетворить на каком-либо из этапов можно всегда естественно вернуться и что-то поменять и исправить поэтому желательно всегда обзывать как-то свои слои чтобы потом вспомнить где ты что делал еще мы можем с вами вот если мы создадим ну грубо говоря конечное изображение то есть мы объединим сейчас этих два слоя control грубо гряд звезды и фон control shift и вот создался слой в котором уже все закреплено вот этих два слоя другими словами здесь можно вот так вот блэмкать начинали с этого закончили этим за начинали то вот уже на этом слое мы получим совершенно уже гистограмму которая соответствует и звездам и вот всему 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 и здесь уже можно попробовать вызвав control у щелкнуть вот потому говну который нас каким-то образом не устраивает вот она определилась и подменить вот этот вот этот цвет на ну какой-то другой тогда там на тот который не так будет раздражать с другой стороны с одной стороны с другой стороны можно у просто уводить эту насыщенность и все вот это зеленое болотное но вот значительно значительно начала уменьшаться и даже в гистограмме это сказалось и мы видим что синька вверху прет ну в общем в общих чертах гистограмма она сведена так как мы красный объект он естественно красный дает а синьку он дает иногда фон но его для этого не control у а control b нажав зайдя в цветовой баланс нажав света потому что вот где синька у нас соответственно синька просится уводиться да но если она будет уводиться но вот видите она тогда начинает заменяться просто желтым но надо смотреть просто на фон и остановиться на том моменте на которой ну скажем приятен глазу ну как по мне так все же таки вот было так лучше все спасибо господа это у нас была с вами вторая встреча по обработке астрофото когда будет 3 когда будет 4 5 10 я не знаю потому что когда будет какой-то как это социальный заказ с вашей стороны прозвучал недавно типа давайте снимать теперь назовем 6 а будем снимать и назовем 6 а именно там ром 300 тогда и как это будет конкретные ответы на какие-то вопросы но я думаю что за этих два занятия мы с вами достаточно много операций прошли которые являются базовыми в обработке и даже начиная уже применять их для тех кто вообще на нуле находится с на старте будет уже получать совершенно другой качественный результат нежели вы получали тыкаясь как слепой котенок носом в темной комнате всем удачи пока и до новых встреч бай-бай если что заходи